В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Текущие вопросы и планы обсудили на ежемесячном оперативном совещании главы муниципалитета. Доброделка показывает, что львиная доля жалоб – это именно на красоту окружающего нас с вами мира. Образовательная выставка «Поступи» собрала более двух тысяч старшеклассников. Очень много чего я бы хотела исполнить, но я понимаю, что нужно выбрать только что-то одно, чтобы жизни этого добиться. Первый весенний кубок КВН прошел в Доме культуры «Буревестник». Мы стоим у истока этой традиции. Всем желаю успеха! Во Дворце культуры прошло ежемесячное оперативное совещание главы Ленинского округа Алексея Спаскова. В нем приняли участие его заместители, начальники территориальных отделов, руководители предприятий и служб муниципалитета. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. Оперативное совещание главы Ленинского городского округа началось традиционно с докладов сотрудников единой диспетчерской службы, МЧС и полиции. Далее заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов проинформировал собравшихся о работе учреждений здравоохранения в муниципалитете. В стационаре комната состоит 560 пациентов. На минувшую неделю состоялось открытие и запуск работы модуля диспетчеризации. Занятили там, чтобы притравить свое здоровье уже 500 человек. Идея этой диспетчеризации прошла 1 апреля. На базе Видновской больницы в стационаре проведена научно-практическая конференция с международным участием. На встречу особое внимание было уделено работе управляющих компаний. Руководители организации рассказали о проблемах на своих участках. В частности, об отключении электричества, несвоевременном вывозе мусора и недостатке контейнеров. Представители коммунальных служб доложили, что сейчас приводят в порядок общественные территории и дороги после зимы и готовятся к весенне-летнему периоду. Завершаем при оборудовании парка на спецтехнике для содержания времени в период. Продолжаем заниматься ямочным ремонтом. В следующей неделе заделали 167 ям, 275 квадратных метров. Почти 70 обращений граждан, поступивших на добродел за прошедший период, касались вопросов благоустройства. Назовем это причёсывание территории. Действительно, снег ушёл благодаря температуре, благодаря дождю, вытаило очень много всяких неприглядных вещей. И доброделок показывает, что львиная доля жалоб – это именно на красоту окружающего нас с вами мира. 1 апреля в округе стартовал месячник благоустройства. Некоторые предприятия уже провели первые субботники. В завершении встречи Алексей Спаский призвал присоединиться к мероприятиям по наведению чистоты всей организации округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На 2023 год администрации муниципалитета составлен план работы с представителями СНТ и старостами деревень для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учёт, налогообложения, обеспечения мер пожарной безопасности. Несколько встреч уже прошли. Последняя состоялась в офисе территориального отдела Расторгуева. Это уже второй цикл собраний. Всего же в каждом территориальном отделе в течение года запланировано по четыре подобных встречи. Закональство не стоит на месте. Меняется. Меняется в различных жизненных аспектах, которые непосредственно отражаются на каждом из нас. Вот, соответственно, как бы вот эту информационную составляющую мы доводим и отвечаем на какие-то вопросы за тем, чтобы в режиме диалога уже дальше. Вы, как у нас старшие, разговаривали дальше с жителями. Чтобы предоставить дачникам и жителям деревень максимум информации, на собраниях присутствует заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений Андрей Гузов и руководитель ленинского отделения БТИ Сергей Сергеев. Они рассказали о новом в законодательстве. В своей сфере разъяснили нюансы. Земельный участок и объект капитального строительства, расположенные на нем, это две неотъявленные вещи, которые взаимосвязаны между собой единственной судьбой земельного участка. И в целом любые те действия, которые вы будете производить, будь то с вашим земельным участком или с объектом капитального строительства, они должны происходить вместе. На многие вопросы ответил советник главы Ленинского округа Александр Усков. Он также затронул тему мусорной реформы, в частности перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов во время отсутствия жильцов, а также напомнил о правилах противопожарной безопасности. В апреле будет проведен итоговый семинар, на котором обсудят ряд вопросов, определенных на данных встречах. Небольшим отступлением от основной темы стало награждение благодарственными письмами от Ленинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» двух учениц пятой школы. За активное участие в сборе гуманитарной помощи и в акции «Письма солдатам». Мы вас поздравляем, желаем вам здоровья, хорошей учебы, благополучия, быть по-боевому настроенному, больше улыбаться и хорошо учиться. Спасибо большое. Уже в четвертый раз в муниципалитете прошла образовательная выставка «Поступи», где старшеклассники могли уточнить детальную информацию непосредственно от ведущих вузов страны и, возможно, определиться со своим призванием. Наша съемочная группа узнала о карьерных предпочтениях ребят. Более двух с половиной тысяч старшеклассников, несколько десятков вузов, сотни, если не тысячи интересных профессий. Видно, прошла образовательная выставка «Поступи», где ученики восьмых-одиннадцатых классов могли пообщаться с представителями учебных заведений и задать все интересующие вопросы. Мероприятие, уже четвертое по счету, становится все солиднее. Он сегодня имеет масштаб уже регионального. В следующий раз мы сделаем еще его крупнее. Сегодня приехало уже 30 вузов. Если вы помните, мы начинали с 15, и для нас это уже было достижение. К нам еще приезжают не только ученики Ленинского района. Сегодня ученики Домодедовского района приехали. Я знаю, что с Долгопрудного приехали сегодня ребята, для того, чтобы определиться со своим будущим. Восьмиклассница Доминика Муховатова впервые на подобной выставке. Как и многие ее сверстники, девушка пока не определилась с выбором. И глаза у нее разбежались. Столько интересных профессий. У меня очень много всего, кем я хочу быть, но конкретно я еще не определилась. Я хочу быть и спортсменом, и в космос полететь. В общем, очень много чего я бы хотела исполнить. Но я понимаю, что нужно выбрать только что-то одно, чтобы в жизни этого добиться. Девушка сегодня с группой поддержки, с мамой. Помогать, направлять, советовать, но при этом ничего не навязывать. Ульяна Муховатова считает, что дочь сама должна определиться со своим будущим. Давление ни в коем случае, поэтому мы и ходим по этим всем мероприятиям, чтобы она самостоятельно выбрала. Но предложить, ну вот я, допустим, тоже отдельно от нее обхожу и смотрю. Может быть, она что-то упустит, что-то не увидит. И я ей покажу просто то, что я увидела. На форум приехали сотрудники лучших вузов страны. Доцент кафедры мировой экономики легендарного Плехановского университета рассказала, что в вузе постоянно открываются новые профили. Помимо сильного классического экономического образования, интерес у абитуриентов вызывает все, что связано с информатикой, экологией. Конкурс здесь в среднем 3-4 человека на место. Например, в прошлом году у нас сейчас первый курс обучаются по профилю глобальное устойчивое развитие. И две группы, которые были набраны, это очень востребовано, потому что запрос поступил со стороны бизнеса. У них ряд дисциплин предусматривает как раз таки то, что они учатся как самостоятельно открыть, как вести бизнес, как проводить переговоры. Также они учатся составлять контракты. Специалисты рассказали, что построить хорошую карьеру можно и в прикладных профессиях. Интерес к ним резко вырос в последние годы, особенно в период пандемии. Многие взрослые пошли же учиться, чтобы иметь возможность подработки. Вот здесь большую роль, конечно, играют наши колледжи, которые дают. Ты можешь профессию повара, парикмахера освоить. Ну, сварщика, конечно, учиться гораздо надо дольше. Но в любом случае мы все должны уметь работать руками. Следующий форум «Поступи» планируется сделать еще масштабнее. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В начале апреля во всем мире отмечается Международный день птиц. В Ленинском округе этот экологический праздник провели с пользой для пернатых. Лесничий музей заповедника «Горки Ленинские» смастерил и развесил новые скворечники. Дома для птиц уютно расположились в мемориальной зоне усадьбы. К выбору деревьев Алексей Морозов подошел с большой ответственностью. Шесть новых скворечников установили на высоте около 10 метров. При этом старые убрали совсем. В день смеха в Доме культуры Буревестник прошел первый весенний кубок КВН. Шутком команду участниц вместе со зрителями аплодировал Дмитрий Книга. В Дом культуры Буревестник приехали 10 команд, чтобы разыграть между собой весенний кубок КВН Ленинского городского округа. Это первая игра, которая по задумке организаторов должна положить начало новой традиции. Мы очень надеемся, что понравится и людям, и соответственно нашему руководству, и администрации в том числе. И мы бы хотели на постоянной основе проводить 4 кубка в год. Это весенний, летний, осенний и зимний, чтобы к нам приезжали команды. Место проведения было выбрано не случайно. Совсем недавно ДК Буревестник стал одним из лучших сельских учреждений культуры Подмосковья. Мы очень рады. Сегодня большой хороший масштаб. Сегодня приехало 10 команд из разных областей. Московская область, Рязанская, Тульская. Поэтому мы ожидаем море смеха, позитива, потому что день сегодня такой соответствующий. 1 апреля – день юмора, день смеха. Заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова поприветствовала участников первого весеннего кубка КВН. Мы стоим у истока этой традиции. Всем желаю успеха. От имени главы Ленинского городского округа передаю слова поздравления. Во-первых, с днём смеха. Во-вторых, с началом нашего кубка. И слова приветствия. И всем пожелать хочу победы. Во время своих выступлений команды-участницы наполнили шутками и юмором зал Дома культуры. Зрители смеялись и поддерживали КВНщиков. Несмотря на то, что все ребята умеют держаться перед публикой и раскованно чувствуют себя на сцене, всё равно немного волновались. Мы обычно играли в сезонах. Ну, то есть, когда есть одна восьмая, одна четвёртая, одна вторая и так далее. Но именно, чтобы отдельно кубок не было ещё такого. В этом фестуале мы узнали совершенно случайно. Скинула в беседу. Давайте съездим, сыграем. Давайте. И началась плодотворная работа. Вот последняя шутка встала на ноги буквально вчера. В ночь мы дописывали наше приветствие. Надеемся, сегодня зал нас скушает, так сказать. Такие площадки существуют для того, чтобы проверять юмор на аудитории разные. Понимать, что работает, что работает на всех, что не на всех. Вот какой универсальный юмор. Вот как-то так. Оценивали выступления команд члены жюри. Одной из тех, кто ставил оценки, была исполняющей обязанности начальника управления по делам молодёжи, культуры и спорту Наиля Нугаева. В своё время она и сама играла в КВН. Как опыт показывает, что мы умеем в жизни шутить с вами, а когда садишься за круглый стол и начинаешь сочинять шутки, это на самом деле очень сложно. И не всем дано сочинять оригинальные шутки, которые понравятся зрителю. По итогам выступлений лучшей стала команда «Армия прекрасных половин» из Рязани. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.